Попробую изобразить на графике вот это вот распределение, как новый бит. Возьму вот такую вот координатную плоскость. И вот здесь я буду откладывать ранг слова, то есть номер его чистотности. Первый, второй, третий, четвертый. Здесь буду откладывать его чистотность. Ран чистота. Выглядит это в идеальном, так сказать, в идеальном мире должно примерно вот так. Должна получиться примерно вот такая вот фигура. Это фигура какая-то? Это гипербол, да? Ну, если говорить совсем про шандалит гиперболы, то... И вот идея, что слова выстраиваются на... Веществотое распределение выстраивается в гиперболе. Это одна из самых важных идей в учислительной лингвистике, которая была сформулирована еще в первой половине XX века и получила название законом ЦИПФа. Значит, Джордж Крюцциц был американский исследователь, который в первую половину этой идеи. То есть, если взять слова, упорядочить их по убыванию частотности, то соотношение метра частотности и графика, он предположил, что оно имеет вот такой вот простой вид. Соотношение очень простой, что частотность равна некоторой константе, ну, давайте начнем за С, деленный на номер слов в частотном списке. И эта идея вообще оказалась действительно очень близкой к реальности. Она вполне вполне работает на реальных текстах. И более того, оказалось, что закон ЦИПФа вообще говоря проявляет себя не только в языке. ЦИПФу открыл, сидя выписывая на карточке частотности слов. Оказалось, что закон ЦИПФ подчиняется очень много разных других вещей в прошлом России. Например, количество ссылок на веб-страницы. Есть очень небольшое количество веб-страниц, на которые ведет много ссылок. Имеется наоборот небольшое количество, на которые ведет мало ссылок. Какие-нибудь размеры населенных пунктов. Размеры населенных пунктов в самых разных странах тоже хорошо подчиняются закон ЦИПФу. Вот такой вот пример, совершенно реальный. Я вам сейчас, специально готовить сегодняшнего занятия, выписывал из Википедии размеры городов Германии по населению. Здесь будут совершенно реальные данные про совершенно не линейстические вещи. Но тем не менее. Вот на первом месте в Германии по населению город Берлин, в котором живет 3 миллиона 107 тысяч человек. На втором месте по населению в Германии в город Гамбург, в котором живет 1 миллион 686 тысяч. Гамбург? 1 миллион 686 тысяч. На третьем месте... Как думаете, какой немецкий город на третьем месте? Мюнхен. Мюнхен, правильно. В Мюнхене живет 1 миллион 180 тысяч. На четвертом месте попробуйте указать. Франкфурт. Франкфурт на пятом. На четвертом месте. На четвертом месте в Кёльне по статистическим данным 1 миллион 60 тысяч человек. На пятом месте Франкфурт на майне. Идем 720 тысяч человек. И на шестом месте Эссен, в котором 580 тысяч. Теперь, если вы посмотрите на эти числа, вы обнаружите очень простой вещь. Считайте вот ровно вот эту закономерность. Ну, естественно, с некоторыми склонениями к реальной жизни. Но идея, в общем, ровно эта. Что, если вы хотите узнать, сколько человек живет в городе Германии, который имеет N-ный номер по населению, тогда вы возьмите количество жителей Берлина и разделите на номер. У вас получится ровно то, ну, не ровно, но примерно то, что нужно. Вот смотрите. Возьмем количество жителей Берлина, это 3 миллиона 600, делим на 3 и получаем примерно миллион 200. Вот у нас примерно миллион 200 и получается. Франкфурт на майне почти идеально работает. Так, берем 3 миллиона 600, делим на 5, получаем 720. Такие вещи, да, значит, они в первую очередь были открыты именно на языковом материале, но они имеют некоторые важные средства для того, как устроен частотный словарь любого языка и любого текста. Например, одно важное средство. Ну, вот представьте себе, что у вас имеется текст, в котором у нас был, в котором у нас самое частотное слово встретилось 60 тысяч раз. Ну, какой-то очень длинный текст, но дайте себе себе его представить. Вопрос. Сколько раз в таком центре в 32-й частотности словарь? Примерно в 2 раза меньше. Примерно в 2 раза меньше. Если у нас ровно-мерность действует, то есть у нас частотность равна константы разделить на 1, если мы знаем, что первое слово, то есть r равно 1, имеет частотность 60 тысяч, тогда мы получаем, что частотность 60 тысяч равна константы разделить на 1. Ну, то есть, когда констанкта равна 60 тысяч, то это константная цена, в таком случае равна 1621-го слова. Тогда мы можем спокойно сказать, что первое слово третий 60 тысяч раз, второе слово 30 тысяч раз, третье слово примерно 20 тысяч раз, сотое слово сколько раз третье слово? Примерно же сотый раз, а сто первое слово? 990 что-то там. 60 тысяч за 101, да, так получится, как в карте 194, да. А вот смотрите, в самом начале лекции мы ценили эти слова, которые там 8-25 тысяч, поменяли, и смысл примерно остался у по слову происнования, А если мы возьмем еще вот эти 10 слов, в самом начале тоже применяем, смысл будет так проследовать? Ну да, потому что смысловые слова, да, точно слова чуть не посередине, ну да, не совсем в начале вот так аккуратно рассказывать, да, потому что здесь вот на самом деле понять, что значит слово, описать значение слово А, вообще ведь довольно сложно. да, что значит, противопоставление, но с какими-то нетривиальными оттенками, да, так что, конечно, все знаменательности речи оказываются чуть-чуть длинными. В принципе, можно попробовать. Смотрите, вот у нас 101-е слово, это будет 524, кажется, тысячное слово будет иметь какую частоту? 60. 60. Тысячное будет иметь частоту 60, да, тысяча первое тоже что-то там же рядом, да, короче 60, то есть у нас здесь вырывается и разрыв, 50-е, потом 30 часа, да, вот здесь вот, это вот большой, это вот, большие такие вот, разрывы. Дальше этот разрыв фактически не будет, поскольку мы считаем количество раз третьего слов в тексте в абсолютных значениях, да, то мы должны иметь целые числа, значит, у нас не может быть, не может слов встретиться в тексте 59,97 фрам у нас, либо 60, либо 59, тогда получится, что здесь вот имеется много-много слов с этой такой частотой. Дальше следующий вопрос. Ну вот у нас имеется, например, 60-тысячное слово. Оно будет меньше, сколько? Один. Один, да. А теперь интереснее. Если мы считаем, что вот это, что реальный штат из слов соответствует крайней модели с стандартными правилами округления. ну, до ближайшего целого, ну, половинку, давайте округляем, не так важно, ну, округляем до ближайшего целого, потому что нам нужно целое. если мы считаем, то сколько всего у нас слов в таком тексте будет разных? Ну, гармоничный ряд расходится. Гармоничный ряд расходится, но тут, слава богу, мы округляем. Да, мы должны просуммировать дроби 1,1,2 и так далее вплоть до одной энной. Логарифм. Да, у нас будет, по-первых, мы можем оценить длину этого текста, мы можем оценить длину этого текста, а сколько будет слов в словаре этого текста? Да, сколько будет разных слов? вот у нас, помните, когда ты, в software, говоришь там, 50 слов в тексте, а в словаре 36. Вот сколько будет слов в словаре этих текста? Сколько слов имеют, При каких R значение частоты всё-таки будет положительное? До какого ранга дойдёт? Меньше 120 тысяч. Ага, совершенно верно. Мы, вообще говоря, округлённое в этом значении будет больше 0. У нас эта частота будет больше 0 при R меньше, чем 120 тысяч. Потому что у нас будет получаться доля... Если я возьму, например, R равен 90 тысяч, то у меня получится 2 тридцать, я округлён в 2 днице. То есть 90 тысяч этих слов у меня ещё есть. 119 тысяч 999-е слово – это тоже ещё есть. Вот 120 тысяч 999-е слово у меня уже нет, если я договорился округлять до чётных чисел на половине. Тогда у меня получится что? 60 тысяч 999-е слово я округляю до нуля, опять округляю до нуля. И все дальнейшие R тоже не даются. Значит, в таком корпусе, почти искренне имеется текст, в котором самое частотное слово имеет частоту 60 тысяч. Я могу, во-первых, посчитать примерно длинную половину этого текста. Сейчас я взял частичную сумму на самом ряду. А во-вторых, я могу предложить, что в словаре этого текста будет вдвое больше слов, чем частота самого популярного слова. Это, вообще говоря, некоторый нетривиальный вывод, который довольно неплохо соотносится с реальными текстами. Ну, соотносится, опять-таки, с некоторыми погрешностями, потому что для концепта в таком чистое видение работает. Не всегда, не для любого текста, тут это работает именно так. Сейчас мы вернемся по праву. Но вот одна... Для начала, для того чтобы продемонстрировать вам, как это работает реально, давайте возьмем... Я взял просто первый том Романа «Война и Мир» и сделал все подсчеты. Просто сделал для него частотный смысл. Оказалось, что самое частотное слово в первом томе Романа «Война и Мир» — это слово «ти», которое встретилось 4 915 раз. Зная это, сколько слов вы ожидаете увидеть в словаре Романа «Война и Мир» в первом томе? 9800. 9800, да. Ну, примерно 10 тысяч, да, ожидаете увидеть в словаре для первого тома. Там, на самом деле, оказывается, их не 10 тысяч, на самом деле 1147 я это считал. Но важно, что мы ошиблись, ну так, на 15 процентов примерно, но все-таки мы ошиблись там не на порядок. Мы понимаем, что в том не окажется так, что в Романе «Война и Мир» в первом томе будет 100 тысяч слов в словаре. А, нет, не будет. Наоборот, не окажется так, что там будет 200 слов в словаре. Это тоже не будет. Да, если мы знаем, что в 4 111 раз третье слово «и», то у нас имеется примерно 10 тысяч слов должно получиться разных для словаря и про текста.